здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий сейчас я хочу рассказать о том как работает брокер в предыдущем видео я рассказал о том как работает банк и я сказал что банк для того чтобы зарегистрироваться имеет собственный капитал и он может привлекать средства для того чтобы кредитовать кого-то в 20 раз больше чем он имеет собственного капитала и кого ему кредитовать значит нужно проверить благонадежность кредитора вернее того кто берет кредит а кто ну кому можно доверять до себе только и поэтому банкиры дают деньги в основном своим фирмам или своим знакомым тот кто извне в общем ну не получит доступа кредитом собственно говоря вот теперь о том как работает брокер и в чем принципиальная разница брокеру для того чтобы получить лицензию также как и банку нужно показать достаточно большой то есть есть тоже пределы собственный капитал брокер получает лицензию на что получает лицензию брокер получает лицензию на ведение брокерской деятельности он посредник между биржей и клиентом брокер дает открывает клиентам брокерские счета которые не имеют ничего общего с банковским счетом и клиенты получают доступ на биржу только через брокера причем когда клиент ставит заявку то есть и говорит я хочу купить вот такие акции или там ну чтобы какое-то действие совершить на бирже то что делает брокер 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 смотрите блокирует определенную сумму вот эту вот сумму на счете крик клиента на лицевом счете и выставляет заявку на биржу за счет собственных средств не за счет средств клиента за счет собственных средств то есть брокер выставляет заявку по поручению клиента но он говорит я хорошо я куплю для вас вот то что вы хотите после того как он покупает это то что мы хотим в момент клиринга там соответствующие происходят подтверждение операции после того как операция подтверждена на средства брокера брокер говорит ну все я исполнил поручение по вашему то что вы хотели пожалуйста теперь бумаги я регистрирую на вас а с вас брокер списывает ответствующую сумму с вашего лицевого счета вот так и только так то есть брокер не имеет физической возможности залезть ну прикоснуться просто к вашим деньгам пока он не исполнит ваше поручение смотрите банк имеет право просто вот сразу взять деньги ваши и отдать их кому-то сразу после того как они появились на вашем счете сразу моментально то есть по умолчанию брокер такого права не имеет теперь дальше смотрите как еще брокер использует собственные средства то есть он на собственные средства покупает ну осуществляет операции на бирже поэтому средств должно быть много достаточно потому что если будет меньше средств чем чем есть то брокер не сможет выполнить эту операцию и и тогда у него просто отзовут лицензию поэтому средств должно быть много и за этим отслеживает ну следит банк там как бы есть свои нормативы тоже но тут сто процентов покрытия то есть нет такого вот и брокер имеет имеет возможность дать клиентам деньги в кредит свои деньги собственной капитал blocker даёт деньги в кредит но отличие от банка в отличие от банка брокер дает кредит клиентам деньги на что только на то чтобы клиенты покупали совершали сделки на рынке ценных бумаг. То есть, если, например, я смотрю, я считаю, что доллар должен повыситься, и что люди делают в обычной жизни? В обычной жизни что люди делают? Они говорят, блин, доллар растет в цене, я сейчас куплю доллары и обезопасу тем самым вот эти вот свои вклады. То есть переводят рубли в доллары, доллар вырос, значит, и, соответственно, там потом, после того, как доллар вырос, человек может продать доллары. И говорят, все вот в чате у меня пишут, я купил, недавно доллар начал расти, по 69 рублей, по 70 рублей купил, потому что ожидалось, что он будет расти до 80, до 100. А что можно сделать на бирже? Ну, во-первых, на бирже валюту можно купить без маржи банковской, потому что банк берет маржу, а откуда он ее берет? Он берет курс доллара как раз с текущих торгов на бирже. Открыв брокерский счет, вы просто можете купить валюту без всяких, так сказать, там надбавок, не надо платить банку, вы можете совершенно спокойно купить валюту на бирже. Дешевле намного, чем в банке, и даже дешевле, чем курс ЦБ очень часто. Ну, почти всегда, в общем, есть такая возможность. Вы покупаете валюту, но вы можете купить валюту не только на свои деньги, но и на деньги брокера, то есть взять деньги в кредит. И если у меня есть, например, на брокерском счете 1000 долларов, то я могу купить валюту 10 тысяч долларов, потому что банк, брокер даст мне эти деньги с удовольствием. Он мне даст эти деньги под 16% годовых. И эти годовые начинают считаться каждый день, начиная со следующего дня. А внутри дня, пожалуйста, я могу купить, продать совершенно спокойно, в 10 раз больше, чем у меня есть, и при этом не заплатить никаких процентов. То есть имея 1000 долларов, я еще раз повторяю, я могу купить 10 тысяч долларов по биржевому курсу намного дешевле, чем в банке. Я могу их тут же продать, заплатив при этом мизерную комиссию. Там 0.0, не помню сколько, ну на фондовом рынке 0.057%, потому что валютой я, в общем-то, не занимаюсь, мне это неинтересно. Но факт остается фактом, я имею право воспользоваться деньгами брокера. И брокер имеет возможность дать мне кредит вот на такую сумму, в 10 раз больше, чем у меня лежит на лицевом счете у брокера. Теперь дальше. Почему брокер это дает? Потому что он точно знает, что я ему отдам этот кредит, потому что именно он это контролирует. Смотрите, в чем отличие. Банк, когда дает кредит кому-то, он проверяет благонадежность этой фирмы. Ну, бизнес не получился. И фирма говорит, блин, не могу. То есть у банка всегда есть процент невозврата кредитов. И когда этот процент становится большим, банк тоже разоряется, потому что он несет убытки. И почему банк, и не хочет давать деньги кому-то незнакомому. То есть он проверяет фирму на благонадежность сначала, прежде чем дает. У брокера этой проблемы нет. Потому что он знает все о своем клиенте. Клиент никуда от брокера не убежит. Во-первых. Во-вторых, есть условия margin call. То есть если клиент неудачно купил валюту, и он купил в 10 раз больше, надеялся, что она вырастет, она начинает падать. И если только убытки клиента. Например, вот если я положил 1000 долларов на свой брокерский счет, купил 10 тысяч долларов, а валюта стала падать. И если я понес убытки, у меня, помните, да, 1000 долларов лежало. Если я понес убытки 500 долларов, то брокер просто берет и по margin call закрывает эту позицию. То есть он продает, это условие такое, он продает эту валюту, потому что, ну, клиент ошибся. Вот. И банк продал валюту за клиента. И у клиента осталось 500 долларов вместо 1000. Вот. А брокер получил свое. А брокер получил комиссию, и брокер получил проценты за пользование кредитом. По-любому. Однозначно 100% в этой ситуации брокер, ну, никак не может разориться. И поэтому принцип другой, понимаете? То есть у банка могут не вернуть кредиты, у брокера не могут не вернуть кредиты. Банк может дать тоже кредит с плечом, но ему могут не вернуть. Брокер ничем не рискует. Вы понимаете? И у брокера огромные деньги, и они постоянно растут, потому что брокер берет комиссии за каждую сделку и берет кредит за пользование плечом. Поэтому вот все эти разговоры о том, а что будет, если брокер закроется, брокер разорится. Ребята, брокер – это не банк. Как он разорится в этой схеме? Банк дал кредит, фирма не вернула кредит. Брокеру не могут не вернуть кредит. Брокер получает комиссию за каждую сделку, и он следит за тем, чтобы он знает все о клиенте. Поэтому, в принципе, есть теоретические возможности, что брокер разорится, если у брокера не хватит средств. Каким образом это проверить? Смотрите, когда я открыл брокерский счет, и я первый раз с утра вхожу на биржу, включая свой биржевой терминал, первое сообщение, которое у меня появляется перед открытием биржи, у меня пишет, средства ГО составляют и там какая-то сумма, сколько это там миллиардов или сотен миллиардов рублей. Что это такое? Это как раз и есть собственные средства брокера, которыми он располагает на данный момент для обеспечения вот этих деятельностей. И исходя из этого обеспечения, брокер как раз и дает деньги в кредит. То есть плечо определяется именно вот этой суммой каждый день. И это делается автоматически, и за этим следит Центробанк. Брокер, естественно, может взять деньги и в кредит, но опять же за этим отслеживает Центробанк. Чисто теоретически, как может разориться брокер, смотрите, когда вы подписываете брокерский договор, там есть возможность, когда вы торгуете на бирже, у вас есть возможность купить активы как просто на свои деньги, так называемый лонг, так и взять активы в кредит и продать, например. И тогда вы покупаете в шорт. И эти кредиты, эти активы тоже предоставляет брокер. Но вот у брокера как раз вот этих активов, там акций каких-то в наличии может и не быть. И тогда у брокера есть две возможности. Брокер может купить их на бирже, что обычно он и делает на свои средства. Он покупает эти кредиты, активы и дает вам их кредит. Либо если брокер не считает нужным это делать, он может взять эти активы временно у других клиентов и дать, то есть вы даете разрешение на то, чтобы я дал это разрешение брокеру, на то, чтобы он мог использовать мои ценные бумаги в операциях вот шорт. Что это значит? Ну, за каждую такую операцию брокер платит мне процент от стоимости актива. И, собственно говоря, вот здесь теоретически есть возможность немножечко пролететь, потому что, ну, есть такая возможность, что брокер начнет сам торговать, ну, не сам, а через свое руководство, например, потому что они владеют информацией, и они могут, например, в шорт открыть на средства клиентов, на акции, которые клиент купили. Клиент разрешает пользоваться этими акциями. Открыл шорт, акции пошли в рост, и брокер начинает терять деньги, тогда уменьшается его собственный капитал, и, собственно говоря, если этот собственный капитал придет к нулю, то, в общем, у брокера будет отозвана лицензия. Как можно следить за тем, что у брокера все хорошо? Ну, во-первых, вы каждое утро видите средства ГО, которые есть у брокера, сколько там сотен миллиардов рублей. Тут нельзя обмануть, потому что это делается автоматически. Во-первых, во-вторых, вы можете посмотреть на своем брокерском счете в личном кабинете. А сколько же денег вы получаете от этих операций, которые в шорт? Я посмотрел, у меня этих операций за все время, за лет 6, там было, ну, копеек 20, не больше, в качестве процентов я получил от брокера за то, что брокер дал кому-то бумаги, которые я купил по неосторожности, скажем так. Вот, ну, то есть брокер не захотел на свои средства покупать эти бумаги на бирже, думает, дай-ка я у Юрика возьму. Ну, это бумаги, правила, которые вниз идут. А наоборот. Ну, короче говоря, вот так. Вот, то есть, короче говоря, вы смотрите, если брокер к этому прибегает довольно часто, и у брокера небольшой собственный капитал, то, может быть, он попадет в зону риска. Просто смотрите. Поэтому выбирайте крупнейших брокеров. Посмотрите, какой собственный капитал у брокера. Крупнейшие брокеры на бирже. И они уж точно не разорятся. Это во-первых. Во-вторых, случаев разорения брокеров, ну, по крайней мере, я не знаю, говорят, есть варианты, но это были очень-очень мелкие брокеры. И, ну, как правило, тоже, так сказать, карманные, которые под свои, ну, клиенты там только свои, и там не хватало средств просто. Они никого не привлекали. А крупнейшие брокеры – это не банки, они не разорятся. Поэтому будьте спокойны, на брокерском счете деньги намного надежнее, чем в банке. О том, как открыть брокерский счет и как научиться работать с ним, как покупать валюту, имея тысячу долларов, десять тысяч долларов, там, как с ючерсами, я рассказываю на своих курсах биржа для чайников, который вот для совершенных чайников, то есть, ребята, брокер – это намного надежнее, и если вы полный чайник в этом деле, то мои курсы, вот, биржа для чайников – это лучший вариант для вас. Записаться на них можно, их можно взять в записи, demetkovyur.com, сейчас вы видите эту ссылку, просто наберите demetkovyur.com, выберите нужный вариант и сделайте это. Там есть бесплатный вариант. До встречи, с вами был Деметков Юрий. Продолжение следует...